ВДМХ. Тотальная инсталляция. И каждый народ самый лучший узор вплетает в волшебный советский ковер. Эти строки казахского поэта Акэна Джамбула Джабаева очень точно описывают то, что происходило на грандиозной сельскохозяйственной выставке в Москве в 1939 году. Ее предшественница Всероссийско-сельскохозяйственная кустарно-промышленная выставка, организованная в 1923 году на Воробьевых горах, была в большей степени Непманской. А в Союзе уже полным ходом шла коллективизация. Ее успехи нужно было предъявить и предъявить с присущим советским властям размахом. И вот на Станкинских болотах, где по одной из легенд в XIX веке давал представление цирк, известный жителям под названием Волосной выездной цирк ВВЦ, а позже облюбованных цыганским табором, было решено возвести уникальный выставочный город для демонстрации триумфа колхозного строительства. Чтобы принять участие в выставке, колхозы, совхозы и научные учреждения должны были иметь успешные показатели работы за два предыдущих года, а передовики и организаторы – за последний год. И если 1939 год не мог похвастаться особенной урожайностью, то выставочный комитет вполне мог похвастаться количеством заявок. Их было около 250 тысяч. Старт уникального путешествия в миниатюрный Советский Союз состоялся 1 августа 1939 года. Для удобства посетителей была специально проведена троллейбусная линия, по которой курсировали двухэтажные троллейбусы. Также до выставки можно было добраться на такси. От площади Свердлова это стоило 4 рубля. Входной билет на выставку стоил 5 рублей. После пламенной речи Вячеслава Молотова хор исполнил новую песню «Славься, Родина обильная». По личному указанию Молотова, сводным хором и оркестром дирижировал сам композитор Исаак Дунаевский. «Ой, ты Родина обильная, ты любимая, всесильная, в городах своих и селах, на полях своих веселых крепнет сила несместная советская». Гигантский памятник Сталину, созданный скульптором Сергеем Меркуровым, который по одной из легенд позже закопали на территории ВДНХ. 65-метровая ажурная башня с лестницей внутри и скульптурой тракториста-колхозница, ставшей символом выставки и впоследствии перенесенной на арку главного входа. Вернувшийся из Парижа монумент Мухиной рабочей и колхозница, в спешке установленный на не совсем подходящий для него постамент. Грандиозные павильоны-дворцы, аллеи, фонтаны, обилие продуктов, чудеса сельскохозяйственной техники, садоводство, животноводство. Все это производило неизгладимое впечатление как на советских граждан, так и на иностранцев. Датский писатель Мартин Андерсон Нексио в своих сравнениях пошел дальше волшебного советского ковра Джабаева, сравнив выставку с городом из «Тысячи и одной ночи». Журнал «Театр» приводил впечатление от выставки другого иностранного гостя. Горы фруктов, неслыханных, потрясающих своим великолепием, лежали в витринах и на полу павильонов. Конюшни с десятками прославленных коней следовали друг за другом. Тучные, налитые жиром тела свиней казались неправдоподобными. Первый главный архитектор всесоюзной сельскохозяйственной выставки Вячеслав Алтаржевский радовался успеху своего детища в Иркуте. Годиостро в бараке для заключенных. Задуманные первоначально временной, грандиозной витрины советских достижений, над созданием которой в буквальном смысле работала вся страна, совсем скоро стала постоянной площадкой для демонстрации уверенного движения Советского Союза в прекрасное коммунистическое будущее. Уникальные кадры только что открывшейся в СХВ можно увидеть в снятой в 1939 году комедии Татьяна Лукашевич «Подкидыш». Татьяна Лукашевич «Подкидыш». Татьяна Лукашевич «Подкидыш» Татьяна Лукашевич «Подкадыш». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok